стелс навигатор 850 и очень старенький лет 10 ему наверное еще верхняя проводка тросиков и рубашек здесь тоже опять же со слов клиента практически не было никакого то хотя резина разная впереди вот такой протектор сзади вот такой протектор задний втулка плачевном состоянии все перебрали поменяли конуса поменяли подшипники на задней втулочке осталось жить годик-два и потом она идет под замену значит под гайки иначе под трещотку а катается мужчина далее мы перебрали переднюю втулку разумеется поменяли рубашки и тросики на задний переключатель потому что они полностью закисли и правка петуха настройка переклюков настройка тормозов правка ротаров то есть базовое то без замены вот как раз вот сколько будет стоить базовое то грубо говоря от полутора до двух тысяч рублей будет стоить базовое техническое обслуживание велосипеда если мы говорим просто про смазку втулок то есть разобрали перебрали удалили всю старую смазку всю грязь несли новую смазку может быть поменяли подшипники какие-то конуса перебрали втулки далее соответственно может быть какие-то рубашки тросики поменяли которые закисли которые заржавели под настроили переключатели передний задний настроили оба тормоза при необходимости поправили соответственно роторы тормозные диски если это нужно чтобы все было хорошо это вот самое самое базовое то оно получается будет стоить в среднем от 1000 до 2000 рублей в зависимости от того, менять тросики не менять, там менять конуса и подшипники не менять. То есть вот нельзя точно сказать, в каком состоянии у вас втулка и сколько это будет стоить, пока мы ее не разберем. То есть переборка втулки это одна стоимость, а замена подшипников конусов другая стоимость. Они опять же бывают дешевые, бывают дорогие. Но в среднем вот можно сказать, что вот этот велосипед вышел меньше 2000 рублей полностью его обслужить. Но мы не меняли здесь ничего, кроме вот одного комплекта тросиков и рубашек, Ну и подшипников конусов во втулках А цепь, звезды, все осталось старое Здесь ничего не менялось Поэтому следите за велосипедом Будет он вот такой чистенький, 10 лет он проездит Но все равно все места, где находятся подшипники Все равно имеют износ И рано или поздно они изнашиваются И соответственно тоже их необходимо менять со временем